Признает ли церковь невенчанный брак? Родственники говорят, что к венчанию нужно прийти. И вообще, как понять, что пора венчаться? Ну, во-первых, для себя начало, для того, чтобы понять, надо венчаться или не надо венчаться, дать для себя ответ на вопрос, а верующий я человек или неверующий. Вот. И из этого будет вытекать все дальнейшее и последующее. Если я человек неверующий, но вот надо повенчаться, тогда венчаться, наверное, лучше не надо. С таким понятием. Потому что это или модно, или это традиция такая, или еще. Вот. Это все-таки таинство, и оно должно быть совершенно осознанно. Вот. А если я человек верующий, то, соответственно, надо стараться все-таки и спутника жизни себе искать по духу такого же, который будет тебя понимать. Вот. И тогда это взаимная ответственность, когда оба понимают, что на жизненном пути не только цветочки будут встречаться, вот. Но иногда и шипы попадаться, и репей такой прилепляться будет колючий. Вот. Что через это надо пройти вместе. Но с верой в Бога человеку можно все это преодолеть. И тогда, когда люди осознанно к этому подходят, то тогда они должны приступать к таинству венчания. Ну, и вообще вступать в брак. Осознанно. Понимаете? Понимая, что это последний раз. Понимаете? Вот. Последний раз. Второго раза не должно быть. То есть не так, как сейчас. Ну, поживу в гражданском браке, даже не в гражданском законном браке, а просто как это, сожителями будем. Поживем, привыкнем, посмотрим, подойдем мы друг к другу или не подойдем, непонятно по каким параметрам. Вот. Потом или разбежимся, или вот там дети появляются, уже страсть, любовь проходит, а деваться некуда вдруг ребенок появляется. Вот. А потом в этой семье начинают один от другого гулять, потому что там страсть-то появилась где-нибудь в другом месте. Вот. Не расстаемся, потому что ребенок или маленький, или еще не вырос. Вот. Страдает в результате тот же ребенок и все эти отношения. Поэтому, прежде чем думать о таинстве венчания, задумайтесь над тем вопросом, а верующий я человек или неверующий. Если я верующий человек, что это значит для меня? Что я верующий. Ну, а ведь в этой ситуации люди продолжают жить вдвоем так же. То есть это, получается, живут в блуде, в грехе. Как это? Как вообще вот с этим соотноситься? Или все-таки как церковь признает этот брак, что брак есть, есть, но не венчан? Ну, есть сожительство двух людей. Понимаете, вот не признавать это... Полноты брака все равно в этом нет. Потому что это брак неосвященной церкви, неосвященной Богом. И как верующие люди, но мы не можем сказать, что вот это полноценный брак. Если он полноценный, значит, а что их тогда сдерживает для того, чтобы принять венчание? Значит, они просто пока еще не готовы, просто еще не созрели, просто к этому еще не пришли. В каждом конкретной ситуации, я считаю, что приходской священник должен подходить ответственно. А то у нас бывает, знаете, как иногда, один из супругов верующий, другой нет. Один готов венчаться, второй не хочет. Тот, который ходит в храм, батюшка ему запрещает причащаться, потому что вот он живет в невенчанном браке. А может быть, надо было бы батюшке-то вникнуть в ситуацию. Вот, и вместе с этим человеком помолиться о том, чтобы Господь как-то вразумил вторую половину. Вот, ведь через напорство-то добиться ничего невозможно. А вот молитвой и ее верой, или его верой, может быть, Господь и приведет второго человека к браку. Ну, опять ведь, в первые века христианство нам показывали, что были семьи, где были верующие и неверующие, где один член семьи был крещен, и второй был вообще чуть ли не гонителем веры. Но они жили, они любили. Потом через любовь, через вот эту жертву, и второй член семьи приходил ко Христу. Вот, другое дело, когда оба ходят в храм, но не хотят венчаться, то тогда возникает вопрос. А верующие это люди, поэтому, может быть, тогда. Вот, почему вы тогда не вступаете в брак? Почему? В чем проблема? Почему вы не хотите... Зачем вы тогда идете к причастию? Зачем тогда вы вообще являетесь участниками церковных таинств? Если вы оба являетесь членом одной церкви, то совместно... То есть вы не хотите ячейку общества преобразовать в малую церковь.